На четвертой позиции на нашей доске почета вторая половина вышеупомянутой ячейки пропагандистского общества Обер Сливенбакен пропаганды Ольга, не могу понять, Скобеева. Да, не могу понять, это ее новая погоняла, потому что на этой неделе, преисполнившись желание дать достойный ответ на разрешение наносить удары по территории Российской Федерации, которую получила Украина от западных партнеров, Ольга прям вот так растерялась. Боже, ребят, по кому же бить? Все такое вкусное, все такое вкусное. Но она быстро превратила свою растерянность в ловкий пропагандистский ход достойной внимания Пляшиевого брата. Когда у него нет возможности ответить симметрично, приходится делать вид, что проблем не в том, что ударить нечем, а в том, что слишком велик выбор цели. Мы ударим по супостатам, конечно, ударим. Просто сейчас, вот, подождите, выберем цель пожирнее. Надо же все обдумать, надо все рассчитать. Так, кстати, можно проволандать достаточно долго, чтобы зритель с памятью антилопы забыл, а что, собственно, все ждут. Нам куда бить? По кому? По Польше, по Америке или это уже Украина? Нам придется решать эти вопросы, и я думаю, придется решать в самое ближайшее время. К сожалению, все это, еще раз, максимально тревожно, но нам словно бы не оставляют выбор. И они действительно нам его не оставили. Не знаю, что надо бить по Воронежу, по Воронежу. Точно, точно. Это же у них, как бы, такая вот, знаешь, такой тезис, когда не знаешь, что делать, надо бить по Воронежу. Да, причем, ребята, не перепутайте, мы имеем в виду в данном случае не город Воронеж, мы имеем в виду, что, например, у вас есть Воронеж-М и Воронеж-ДМ, осталось еще 8 радиолокационных станций. Поберегите людей, бейте по Воронежу, которые РЛС, ну что же вы делаете, а? Оставьте Воронеж в покое. А по поводу не оставили выбора, я не очень понимаю, про какой выбор они вообще говорят. То есть бить по Польше, бить по США и так далее. Но это смешно очень на самом деле звучит, потому что максимум, что они могут, это потрындеть на вот этих шоу. И на этом разлетись, потому что ничего сделать они не могут. И когда сейчас им начнет прилетать по полной программе, непосредственно по войскам, которые там стоят на границе, ну, запишут еще пару там в этих шоу, расскажут, что ну нам выбора не оставили, ну что вы хотите, это же война, это же НАТО. Значит, будем где-то там искать НАТО, да, только НАТО как-то никак на эту войну не приходит в том формате, в котором, например, нам бы очень хотелось. Да, чтобы они вот так пришли и как бы вопрос решили. Ну, у них работа такая, говорить о чем-то, кому-то там ухажать и рассказывать о каких-то красных линиях. Ну, пусть она рассказывает. Но вот эта вот тема, нам не оставили выбора, она у них красной линией проходит с января 2022 года. Она меняет направление, знаешь, как там в сериале про Локи, вот это вот, да, основная временная линия разветвлялась. Вот то же самое, основная линия, нам не оставили выбора, а там дальше она вот происходит, какие-то разветвления. Нам не оставили выбора, чтобы напасть на Украину, нам не оставили выбора, чтобы бомбить Киев, нам не оставили выбора и так далее и тому подобное. Вот это вот новая фишечка по вот тому, что нам не оставили выбора. Ребят, выбор есть всегда. Вы могли не нападать на Украину, вы могли не атаковать украинские места, вы могли не атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. После чего каждый раз Запад с таким трением и с такими искрами шел на те шаги, которые потом вами были озвучены исключительно как красные линии. То есть как раз Западу, по сути, не оставили выбора. Он должен постоянно расширять возможности для Украины. У нас, понятно, этого выбора не было с самого начала, но мы обороняемся. А Запад, по сути, был вынужден. Вот они посмотрели на то, что они творят с Харьковом, да, и то, что они делают. И уже появились соответствующие решения со стороны как правительства Соединенных Штатов, так и со стороны правительства других государств. Но они только теперь расширятся, потому что россияне ничего не понимают, кроме силы. Поэтому придется их лечить и строить вот таким вот методом. Да, ребята, и опять же таки, выбора не остается только у той стороны, которая стоит на краю уничтожения. Вот выбора нет у Украины. Выбора нет у Запада, потому что Россия уже два с половиной года ломает всю систему, на которой был построен Запад. Систему, которая принесла 31-х беспрерывных лет процветания и развития в истории человечества. 30 лет без глобальных каких-то войн с мелкими только конфликтами, которые по большому счету не особо влияли. И тут, здравствуй, опа, Новый год. Россия решила, что а вот теперь-то мы и у Запада реально не осталось выбора, кроме как реагировать таким образом на подобные действия России. Если бы не было действий России, не было бы вообще ничего. Ну, они это не понимают, но придется их как бы привлечь к пониманию, да, и они поймут это тогда уже так на правду. А-ля-у-лю-а-ни-усей! На третьем месте фотография человека, который прям в лучших традициях сразу двух министерств. Министерство пропаганды, которое, как известно, заведует ложью, и Министерство обороны, которое напало на соседнюю страну. А тем нетерпеливым зрителям, которые ждать все-таки не хотят, предлагает конкретную цель, выходя на новые горизонты угроз. Судя по всему, обильно головые аналитики Министерства пропаганды заметили, что многократные угрозы ударить сарматом и по мировым столицам перестали вызывать стойкий и продолжительный оргазм на околотелевизионных диванах у российских пролов в разных устьзвездюйсках и мультиментальных. Потому что сказка о мальчике, который кричал волки, это детский лепет по сравнению с российскими пропагандистами, которые кричали «сейчас жахнем сарматом». Поэтому видный русал Коротченко решительно ввел новую угрозу. Да, мы жахнем, но тактическим ядерным оружием. Но по Брюсселю. Точнее, по штаб-квартире НАТО. Ну, типа, аккуратно. Типа, высокоточно. А про высокоточно особенно достоверно. Куда в случае, ну, гипотетически возможного обмена ядерными ударами, мы какие цели будем атаковать? Ну, например, новую штаб-квартиру НАТО. Желательно днем, когда они все там будут находиться. Но при этом ядерный заряд ограниченной мощности, чтобы не нанести ущерб Бельгии и Брюсселю. Но туда, по штаб-квартире НАТО, если они науськивают и готовы к войне, мы должны эту цель обозначить. Я даже не знаю, как это комментировать. Я уже пошел в том, чего он взял, что этот, во-первых, снаряд куда-то летит, это раз. То есть, как бы его там не собьют, причем с большой вероятностью его собьют еще на территории Украины. Мы же сбиваем все, что летит, да? Да, 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 да. Когда так запустят, то собьем очень быстро. Во-вторых, ну вот это уровень человека, понимаешь, он представляет себя каким-то там большим знатоком. Вот фраза о том, чтобы ядерный заряд, но не нанести ущерб Брюсселю, но мы долбанем по штаб-квартире, которая в Брюсселе находится. Ну, это как раз из разряда Орла, да, что мы говорим одно, на самом деле оно другое, а по факту будет совсем третье. Ну, у нас есть прекрасная пословица, дурень думка и богатие. Пускай как бы дальше разгоняют такие тезисы. Я думаю, что в штаб-квартире НАТО очень испугались и вообще прекратили пить кофе и заниматься какими-то другими вещами. Вот все бюрократы, которые работают, у них прям поджилки красутся, и они требуют от начальства, чтобы не выпускали на работу в течение ближайших дней, потому что от России может прилететь ограниченный ядерный заряд. А на самом парадоксальной ситуации подкрепляется еще и тем, и усугубляется тем, что, слушай, ну вот до 22-го года реально же мир практически так и думал. Стоило России там типа показать хотя бы красную кнопку где-то, весь мир говорил, о, не-не-не, ребята, ребята, спокойнее. Два с половиной года прошло, и эта кнопка настолько затерта уже, да, ну точнее вот демонстрационно, да, вот как ее демонстрируют, она с этих боков уже настолько затерта постоянным показыванием, что все уже просто перестали обращать на это внимание. Тем более... Слушай, ну, если ты кричишь волки, 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 то теперь перестают как бы верить. Ну, это, кстати, не в плане продолжения истории, что когда ты там реально что-то сделаешь, Россия просто нарвется потом на такие же ответы. Вот уже Макрон один раз им ответил, он сказал, что угрожать стране, у которой есть ядерное оружие, но это неразумно. Когда вы Франции подсказываете, что мы там по Парижу нанесем удар, то Франция тоже может нанести удар, у Франции тоже есть триада. И что-то мне подсказывает, что она в гораздо более лучшем состоянии, чем в России. Пускай у них и гораздо меньше этого ядерного оружия, но оно в гораздо лучшем состоянии, потому что за ним смотрят, его проводят постоянно там техническое обеспечение, значит, они тоже проводят какие-то там учения с ним и так далее. А рассказы про штаб-квартиру, я так представляю, как какой-то европейский эксперт выходит и говорит, а мы должны нанести вот такой вот ограниченный ядерный удар по Кремлю, как в фильме «Миссия не выполнена». Прекрасный же был фильм, когда там расфигачили Кремль, как бы. Вот мы типа должны вот так вот сделать, и оно как бы нормально будет. А еще на самом деле, все эти разговоры чудеснейшим образом происходят на фоне, ударов украинскими беспилотниками по радиолокационным станциям, которые являются частью системы раннего предупреждения о ядерном ударе, о взлете баллистических ракет. При том, что, ребята, давайте говорить откровенно, по другой части системы ядерного сдерживания, то есть аэродромом со стратегическими бомбардировщиками, способными нести ядерное оружие, Украина удар уже наносила и несколько из них повредила, то есть вывела из строя. И единственное, что удерживает нас от ударов по остальным частям ядерной триады, это то, что в зоне досягаемости украинских беспилотников пока что не находятся подводные лодки и не находятся ракеты шахтного базирования. Но достаточно по самолету, да, то есть как бы, а учитывая, что Россия при всех своих огромных ресурсах и рассказах о том, что санкции им по боку, могут аж один самолет какого типа делать в год и ставить его в строй. Один, один, то есть не 10, один. Они могут как-то там слепить и поставить в строй, то пару штук, которые выводятся из строя на очень длительный период, это для них на самом деле огромная проблема. Но ограниченный ядерный удар. То есть я так понимаю, они возьмут какого-то там чувака, дадут ему чемодан с бомбой внутри и скажут, иди наноси ограниченный ядерный удар. Ну, у террористов же ж террористические методы, тут в принципе все понятно. Я думаю, что на самом деле все еще проще. Они возьмут какого-то чувака, поставят его в пропагандонской студии, дадут ему текст, и он будет долго и мудро рассказывать, рисовать контурные карты, красненьким фломастером ставить точечки на политической карте мира, красиво, красиво, на экране, сзади, да, все очень высокотехнологично, опять же таки на оборудовании западном, и японском, и американском телевизионном, все это будет вот так вот прекрасно и замечательно, и вот этим вот все на самом деле и ограничится. Почему? Да, почему? Мы уже объясняли миллион раз. Это 80 какой-то там выпуск на нашей пятерке, лучшей пятерке, и вот в половине из них мы объясняли, почему все это дело таки закончится исключительно телевизионными ограниченными ударами.